И почему-то все девочки хотели пойти именно на сумерки. Будь Данил Беллой, будь Данил Беллой. Фигово, да, Данил? Да, мне не нравится. Ты такой типа... И он такой типа... Семнадцать. И давно тебе семнадцать? Уже, да. Я знаю, кто ты. Скажи. Слух. Скажи! Вампир. Ты боишься? Нет. Тогда задай свой главный вопрос. Что мы едим? Ты не причинишь мне боль. Куда мы идем? На вершину горы. За границей облаков. Ты увидишь, какое при свете солнце. Ты прекрасен. Это кожа-убийца, Белла. Всем привет. Вы слушаете подкасты с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые выглядят как убийцы. Это кожа-убийца. Да, кожа-убийца. В общем, как вы поняли, с вами подкасты с 13 в 30. Это Даша, Диана и Данил. И сегодня мы, что делаем, совершенно верно, обсуждаем сумерки. Ну, как мы? Ну, лично я сейчас закидываю Дашу на плечо, и мы бежим по соснам к вершине горы. Да, глупая овечка влюбилась в волк, ой, это в льва, но и лев тоже там что-то дурак. Мазохист. Мазохист. Дурак. Дурашка. Глупый лев, мазохист. Да, вообще... Манифаций уже не тот. Вообще план был изначально другой, мы собирались обсуждать совершенно другую тему, но внезапно Ди сказала, давайте обсудим сумерки. И было решено, было решено, что от этого диалога нам не уйти. Ну, как вы понимаете, меня никто не спросил. Ну, прости. Прости, ты, ну как, ты будешь луной. Я трижды терпел это в кинотеатре. Не спрашивайте, нет, это классная история. Ой, да ладно, Данил, не делай вид, что тебе не понравилось. Это было три свидания, и почему-то все девочки хотели пойти именно на сумерки. Ладно, первый раз я потерпел. Ладно, второй. Но третий раз терпела уже она, потому что я вместе с актерами начинал проговаривать реплики. Ну, вы после этого должны были пожениться прямо из кинотеатра в ЗАГС. Ну, нет, это не всем понравилось. Она в команде Джейкоба, да, потому что? Как ты вообще ее нашел? А ты же в команде Эдварда? Фух, слава богу. Я пока не буду спрашивать про дневники вампира, потому что это отдельная тема. Вообще, на самом деле, чтобы вы не думали, что мы кринжанутые на всю голову, хотя это так, я считаю, что сумерки — это книга, фильм, серия фильмов, на котором мы выросли. Это краеугольный камень взросления любого миллениала. Даже если вы не хотели расти на сумерках, вас окружало такое количество людей, растущих на сумерках, что вы все равно росли на сумерках. Ну, и справедливости ради, мы в России живем. Тут темнеет рано, поэтому сложно избежать сумерок, в принципе. Ну да. Зимой идешь и растешь в сумерках, получается. Я вообще считаю, что «Сумерки» — это легендарный фильм. И несмотря на всю свою кринжовость, местами обоссанность и совершенно невероятный уровень, я не знаю, актерского мастерства, это фильм, который делает тебя хорошо, делает тебя очень плохо. Я не могу... Настолько плохо, что восхитительно. Да, я не могу... Это, знаешь, это вот как в этой цитате вся соль фильма. Типа, это кожа убийцы, но ты прекрасен. Ну, вот это испытывают все зрители «Сумерок», когда их смотрят. Я не знаю, кто Данил будет. Мы с тобой... Я буду Эдвардом, ты будешь кем? Ну, Белла, естественно. А Данил будет Чарли. А-а-а, всем пока. Батей Беллы. Ментом вот этим, который просто все фильмы такой, типа... Окей, хорошо. Смотрим дальше. Модель поведения на следующие полчаса именно такая и будет. На самом деле, честно говоря, Чарли там самый нормальный был, вменяемый. Ну, у него усы роскошные, начнем с этого. Ну, нужно иметь определенный уровень смелости, чтобы... Христофор, он бы забрал бы у меня эту роль. Ну, и он коп. Коп в американской культуре, это... Это вам не... Ты почти уловил суть. Не как бы вот это все, да? Не в тапки ссать, как говорится. С чего вообще начнем? Мне кажется, так много углов и заходов в эту дискуссию. Начнем с того, что Белла переезжает к своему отцу в Новый город. Синопсис, короче, да, пошел? Короче, да, давайте максимально быстро перескажем все части сумерок. Давай. Часть первая. Окей, короче, Белла максимально неверо... Вообще, знаете, есть... Вот я сразу говорю, что некоторые фразы мои будут отсылать к прекрасному видео Сметана ТВ. Они нам не платили, они уже не существуют. Это пьяный пересказ сумерок. Восхитительно. Просто одно из лучших вещей, которых я видела в жизни. Просто посмотрите, это шедевр. Мне кажется, я видела. Короче, ну, есть девушка Кристин Стюарт. Она вдруг решила, что она актриса, и решила сыграть Беллу. Есть парень, который как бы с этим восхитительным начосом, Седрик Дигари. Седрик Дигари, да. Он сыграл вдруг внезапно Эдварда. Короче, весь замес. Девушка, неуверенная в себе, такая, типа, блин, я живу с отцом. Переехала в дождливый Питер. А затусила там. Она такая, типа, блин, у меня нет друзей, есть только кактус. Ну, типа, ладно, фиг с ним. Приходят в школу, там все одни мажоры и один... Трахер. Да, один, короче, азиат-журналист, который такой, о, давай я об этом напишу статью о том, что ты вот у нас новенькая. А он снимался в токисском дрифте, насколько я помню. Да. Потрясающий скачок. Он человек. Квантовый. Буквально квантовый, да. Вот, короче. Она приходит в эту школу, такая, типа, блин, со мной никто не хочет дружить. Сидит в столовой, хавает, да. Я скажу, что там столовая не то, что у нас вот эта пицца с камнями, а типа там все на своих местах. Сидит, смотрит в окно. Литающие яблоки. Литающие яблоки, да, которые можно набивать, как мяч. Вот, короче, поворачивается в окно, видит, что там, короче, какая-то шайкалейка подходит к столовой. Они все в сером, все в белом. В Сметане ТВ была шутка про то, что семья Эдварда и все калины амбассадоры H&M, а Эдвард амбассадор Зары, потому что он в темном был. Это очень смешно было, но окей. Короче, она смотрит на Эдварда такая, типа, ни хрена себе, начос, я тебя буду с тобой. Вот, он смотрит на нее, такой, типа, ээээ. А потом они все равно, ну, как вы понимаете, пошли на урок биологии, потому что все подростки в Америке ходят на уроки биологии, только она у них в школе есть. Пестики, тычинки, вот это. Туда-сюда. Лягушки, лук, какая-то фаза, там, профаза, анафаза, менопауза. Это, кстати, очень... Менопауза лука. Короче, они скорешились на той почве, что они задроты по биологии с Эдвардом сидели, Эдвард такой сначала фу, потом такой, типа, блин, у тебя вроде неплохо пахнет, как из животного, очень вкусно. Вот. Ну, в общем, какие-то вот эти вот метания происходили какое-то время. Я очень важный пункт пропустила. У него были линзы. Это нет. Но она же спросила, ты что, носишь линзы? А он ей сказал... Это флуоресценция. Он сказал это именно так. Я не знаю, я в свои 13 лет гуглила, что такое флуоресценция, всеми своими 13-летними силами. А на фазу, про фазу ты не гуглила? Гуглила. Пойду в свои 30 погуглю, что это тогда. Это еще раз подчеркивает истину моего высказывания, что мы, миллениалы, мы вот эти почти 30-летние потерянные подростки. Ты тоже попадаешь. Мы учили биологию по сумеркам. Насколько блестит кожа на свету, насколько вкусна кровь и можно ли прожить на животной. Как размножаются вампиры, да, почкованием, как известно. Ну, слушай, на животных можно прожить достаточно легко. Ну, в целом, да. Ну, да, они так и жили. И занимаюсь сейчас. Ты, получается, вампир? Получается так. Получается веган-вампир. Да, вампир-веган. Короче, у них там мутки туда-сюда. На Беллу вдруг она решила пойти на пляж. Лапуш, чтобы ей рассказали. Чтобы ей рассказал какой-то пес по совместительству Джейкоб, приятель, друга, ее батя. Типа, неважно что. Он такой, типа, Белла, ни на что не намекаю, но, кажется, тут есть вампиры. Она такая, блин, кто бы это мог быть? Наверное, Эдвард, ведь у него флуористенция. Он должен сказать Белла, ни на что не намекаю, но, кажется, у меня плохая память, потому что я не могу найти свои майки. Да, может быть. Точно. Он найдет их, наверное, в четвертой части. Он просто не стал амбассадором ни Чин Дэма, ни Зары, и поэтому... Да, ему не заплатил никто, или он носил рекламу того, кто ему заплатил. Подожди. Мне хочется... Вот тут очень важный момент сейчас, да, вот этот культурный срез, этот медиа, цифровизация кино, когда Белла ищет информацию про вампиров. Подожди, это еще... Это рано, мы дойдем. Запомни эту мысль. Запомнила. Короче, Белла такая, типа, блин, вот я живу в 21 веке, где бы мне узнать, что про вампиров? Конечно, пойду в библиотеку к индейцу. Идет в библиотеку, берет энциклопедию про вампиров с какими-то художественными зарисовками, идет в подворотню потом, потому что нужно с библиотеки куда-то идти, и самый ближайший путь был сократить очень поздно ночью, в неизвестном месте себе дорогу. Короче, потом получается, что? На нее нападает 11 гопников, такие, типа, ну, ты поняла, что сейчас будет. Вдруг выезжает Вольво просто на всех мощностях, на которые можно представить. 11 ровно было. Сейчас будет футбольный матч? Да. Хорошо. Короче, но никто из них не забил. Тренировка сборной России по футболу. Да, приехал Криштиану Роналду. Потому что приехал Криштиану Роналду, совершенно верно, на Вольво, и такой, типа, он просто ничего не сказал. Он сделал... Видимо, я не знаю. И все гопники такие, типа, че, окей, хорошо, в итоге они едут с Беллой. Он посадил Беллу свою супербезопасную тачку. Бэтмобиль. Они куда-то едут. А, поняли, отсюда, а? Бэтмобиль. Да, да, да. Короче, они едут в какую-то кафеху просто перетереть, похавать хинкали. Они называли это равиоли. Тут Эдвард такой, типа, блин, ты не знаешь, о чем они думают, а я знаю, потому что я знаю, о чем думают люди, но не ты, потому что ты псийна, Белла. Потому что ты не думаешь. Потому что ты не думаешь, видимо, да. Потому что ты думать не хочешь. Как говорила моя учительница по математике. Короче, они хавают равиоли, он такой, типа, вот этот чувак думает о сексе, этот о кассе, этот о сексе, ты, ну, ничего. Вот. Потом Белла приходит домой, такая, типа, блин, нужен ресерч. И тут вступает Даша. Даша. Стой, подожди, когда он пытался прочитать ее мысли, там звуки модема были вот эти вот отвратительные. Сейчас будет небольшая пауза, Леня вставит. Нет, диалаповские, когда ты пытаешься подключить. Я поняла, да. Так вот, цифровизация кино, это, конечно, никакого отношения к цифровизации не имеет, но этот момент, когда она ищет эту книгу, он меня просто, он обескуражил меня, и он до сих пор мне концептуально непонятен. То есть вот, если вы помните, как она это делала, она открывает, значит, поисковую строку в Яху. Да, в Яху. Господи, прости, Яху, да. Когда там Сумерки, с каком году сняли? В 2000 каком-то? Восьмом. Восьмом, да. Яху у нас была популярная американский, значит, видимо, Google не заплатил. Так, короче, она вводит какой-то там типа что-то поисковой запрос. Вампиры, это. Да, первую же статью она кликает, переходит на какую-то ссылку, попадает в электронный магазин книг, заказывает там, видимо, себе эту книжку, и едет в какой-то просто богом забытый квартал, чтобы эту книжку там купить. Вот вы, когда заказываете книжки в интернете... О, стой, она потом открывает книгу, а там ссылка, по которой нужно перейти, чтобы прочитать про вампиров. Просто вот вы когда... Это знакомительного фрагмента одна страница в книге. Вы, когда заказываете книги в интернете, делаете ли вы это так быстро, как это сделала Белла? Конечно, я еду сразу в Лапуш за книгой. Лапуш. Лапуш – это пляж. Ну да, она там где-то контурилась. Нет, там же это какой-то городок, в котором какая-то богом забыта языческая лавка древних ацтеков-индейцев. Это как Форкс с населением 3024 человека. Я обычно уже сразу стою в магазине и говорю, сейчас я книгу буду заказывать. Готовьтесь. Вот просто мне интересно, да? Они все выбегают из магазина. 2008 год. Неужели она не могла просто в интернете пошариться и найти что-то про вампиров? Зачем ей понадобилась какая-то ссылка на какую-то книгу? Потому что Белла любит тактильность. Она любит потрогать книгу и Эдварда. В 2008 году было принято страдать. Это отголоски 2007-го. И она такая, типа, Аврил Лавин. Вы просто можете себе представить, что вот на этом моменте чувак, который писал сценарии, сделал сюжетный твист на том, что она гуглит, переходит по ссылкам, заказывает книжку, смотрит на книжку в интернет-магазине, едет в магазин, заказывает ее, вернее, покупает ее. Она ее даже не читала, по-моему. Она ее уже потом дома перед сном листала. Кстати, да, прикол в том, что она заказала эту книгу, но все равно она все гуглила в Яху. Гуглила в Яху. Именно так она и делала. И там мне больше всего, знаете, что нравится еще в этом моменте? Вот этот индийский зум сумасшедший на слова «имморал». И она такая, типа, типа, вампир. Она такая, легенда Токурия. И вот это вот. Слушайте, похожий же момент был в моем любимой части, где была беременная, где Эдвард пытается найти какие-то легенды или мифы, связанные с беременностью. И он так же, мы смотрим какие-то животрепещущие картинки на очень сильном зуме. И там еще с такими, знаешь, самодизайном, такие-то звуки, типа... Типа, да, сейчас мы все умрем. Мне кажется, в «Код да Винчи» даже не было таких мистических звуков, когда они разбирали какую-то там очень древнюю... И причем Эдвард такой, типа... Ну, кстати, Эдвард в этом плане более реалистичен, то есть, когда он просто смотрел картинки, он такой, типа, да, трэш. И просто резко закрыл и ушел из компа. А она поехала, значит, вот... По той же логике, он должен был поехать в какую-нибудь галерею, не знаю, найти какого-нибудь богом забытого художника, который рисовал трупы этих бомпирят. Посмотреть и уйти их. Да. В моей вселенной Белла, во-первых, когда гуглила книгу, после того, как нашла нужный экземпляр, должна была в тот же самый поисковой запрос добавить «скачать бесплатно». Ну да, да. Вот я про это же. Ну, потому что это менталитет другое. Они же не так, как мы. Для них торрент — это, боже мой, упасите Господь. Поэтому это моя вселенная. Не надо вот этих вот сюда, пожалуйста. Будь Данил Беллой, будь Данил Беллой, он бы скачал книгу про вампиров бесплатно, не попал бы, не встретился бы с одиннадцатью гопниками, не покатался бы на Вольво и не закрутил роман с вампиром. И не похавал бы в Хинкале, да, что вообще минус у себя. Да, бесплатно, на халяву. Фигово, да, Данил? Да, мне не нравится. А на месте Эдварда, когда начал бы гуглить про беременность, а бы потом залить на Ютубе на передаче «Беременна в 16». Знаете, о чем я еще подумала? Помните вот этот момент, когда Эдвард позвал Беллу к себе на чил? Когда у него не было кровати? О чем я думала, что... Да, у него просто какая-то кушетка, как будто бы он только делает, что с психотерапевтом болтает, просто, знаешь, один в один. Я подумала о том, что у них в доме жутко низко расположены дверные ручки. Вообще замечаете? Их ногой можно открывать. То есть там огромная дверь, и где-то внизу она болтается, он открывает. Типа, ну дом, кстати, супертехнологичный. Но я узнала, что на самом деле это чуть ли не одноэтажный дом. И для того, чтобы снять какой-то подъем по лестнице, они несколько раз, типа, поднимались. Ну вот этот проем, где расположены шапочки выпускников за каким-то хреном хранящиеся в доме Каллинов. А это, кстати, очень красивое дизайнерское решение. Одно из самых стильных в фильме, я считаю. Ну это очень странно было. Не, очень красиво. Ну, как-то, типа, кринжово. Нет, красиво, но кринжово. Ну в целом так можно описать сумерки, да. Красиво, но кринжово. То есть они несколько раз поднимались по не очень большой лестнице, чтобы сделать вид, будто бы они один раз поднялись по очень большой лестнице. Ну, типа, короче, там этажей меньше, чем на самом деле было. Вот. Это как-то все доснималось. А сколько показывали, ну или намекали на количество этажей? Я так понимаю, три или два. Ну, по-моему, три. Насколько я помню, опять же, уже не по своей любимой частью, а последующей, последняя часть рассвета, где приезжают все вампиры, все комьюнити вампиров собирается в доме у Каллинов, там есть два этажа и еще чердак, на который запрыгивал этот блондинчик. Да, прекрасно, кстати. Зачем он лестнице вообще? А, чтобы на людей быть похожими, да. Ну да. Ну кому быть похожими, если вряд ли кто-то приезжал в дом к Эдварду? В лесу. И вот этот момент, знаете, еще вот ты сказала про кровать. Насколько же нужно вот быть кринжулькой, чтобы ты заходишь в дом к парню, который тебе очень нравится? То есть среда максимально странная. Во-первых, это все очень богачески выглядит, а ты нищебродка, да. То есть я бы вообще не отсвечивала своими знаниями ни о чем в целом. Там семья вампиров, которые вот просто хотят тебя убить. А он тоже вампир. Ты заходишь к нему в комнату, которая в целом потешная, там очень много книг, музыка, все такое прочее. И ты такая типа, а кровать? Ну типа родная. Ну как бы окей, да. Третье свидание. Всем понятно, что тебе не имется. Ну типа, блин, ну как бы... Нет, она переживала, что он никогда-то не спишь. Хотя после всего того, что она от него высушила. Но представь себе ситуацию, в которой ты типа в квартире у парня, и вот у него стоит диван, он студию снимает. Ты такая типа, а кровать? Ну как бы... Я понял. Я понял, к чему это. Основная фан-база тогда состояла в основном из 14-летних девочек, которые знают, что... Кровать для сна. Любящий парень не спит, а просто всю ночь смотрит на то, как спит его возлюбленная. Ну, собственно, это и делал Эдвард. Ужасно, ужасно. Он же сидел на окне у Беллы и смотрел, как она спала, а потом она... Он стоял не на окне, в смысле? Сидел он у нее у окна? Нет. В комнате? Нет, в этом и прикол. Я, кстати, недавно об этом думала в очередной шизе своей. Как я вкинул яблоко раздоро. Он стоял прямо рядом с ее кроватью, то есть напротив. Окно было справа. И знаете, что в этот момент, короче, очень странный? Понятно, что они супербыстрые, да? Ну, вот типа она открывает глаза, такая типа, это что, он? Потом она решает вдруг включить лампу, хотя и так светло в комнате, но как бы хрен с ней. Он такой типа, блин, меня спалили. И такой типа в окно закрытое, короче. Но в чем прикол? У Беллы там вот эти вот, знаете, шторки, такие деревянные, как у таксистов иногда на сиденье вот эта штука. И ни одна весюлька не шелохнулась. У меня вопрос к Эдварду. Типа, ладно, ты беспалево это сделала. Ты же не мог просочиться. Ну, наверняка вот там, знаешь, как будто бы ветер немножко гулял. У меня вопрос к слову шелохнулось. Ну, не пошевелилось. Да, все очень просто и логично. Он супербыстрый. Он быстро пролетел. И что, и придерживал весюльки? Остановился и остановил их уже руками. То есть вниз потянул, и они такие шухумни двигались. Ну, с другой стороны, да, Кристен Сюарт не все делала по фасту, на самом деле. Ну, да. Она могла и поворачиваться в салон. Да, неделю поворачивалась такая. Ну, блин, она несколько месяцев просто сидела на стуле. Не удивлюсь, если... Лица паснет... Да. Ладно, я удивлюсь. Что ты сказал? Что ты хотел сказать? Очень динамичный выпуск, мне кажется. Я сегодня буду пересматривать сумерки. Хорошо, ладно. На чем мы остановились? Там же еще был вот этот вот поход в ботанический сад. Очень странный. Дендрарий, сочинка. Дендрарий, да. Вот этот. А, это было еще в начале. Когда они компостный чай, типа... Костный чай, да. Вот это что вообще за прикол? Где у них максимально странный диалог состоялся, типа, знаете, такая типичная ссора влюбленных подростков, типа, а ты что? А я что? А сама такая? Да я вообще не это. Все, ой, все, давай, ладно, пока. А он мне что? Ну, вот так, да, понимаешь? Так они еще тогда даже не знали, кто есть кровосисия из них. Ну, подозрения-то закрались. Друг за друга. Дружка-то прочитана. Да, и это так тупо было. Ну, вообще, давайте сделаем вид, да, как будто бы это единственный тупой диалог в сумерках. Да, давайте. Да, вот представим, что это так. Но вообще, на самом деле... В смысле, там единственный один диалог всего? Да. Это весь фильм, один сплошной диалог. А. Вот. Так, короче, во-первых, там почти все диалоги кринжовые, они какие-то несуразные. Но на самом деле, вот, один чувак говорил, что в сумерках очень хорошо передали вот эту всю неловкость и кринжулькиность подростковых разговоров. Ну, то есть, тебе нравится парень, и ты, конечно, у тебя там нервный тик, и ты такой, типа... И он такой, типа... Вот эти вот реакции гипертрофированные на все абсолютно. Да, но ему-то не 16. Да, ему 109. Но он-то застрял в 16-летнем образе. И что это означает, что он всегда должен быть дебилом в 16-летнем? Ну, вообще нет, но по факту... Я бы чувствую биологию наизусть, но только за восьмой класс. По факту фильм нам говорит именно об этом, да, что вообще я не понимаю, зачем они, типа, ходят в школу. Вы же можете делать, что хотите. Ты не понимаешь. А кто тебя спросит, ты ходишь в школу или нет? А что ты не в школе малой? Они так отстречивают на стол. Он же выглядит, как малой. Так, что ли, будет диалог? Кому вообще какое дело, что чел один ходит по улице? Ну, потому что они проживают несколько, типа, жизней, из-за того, что они не стареют. Да, я не понимаю, зачем каждую жизнь проживать одинаково. Я объясню. Во-первых, мне очень интересно, сколько в Америке зарабатывают врачи. Потому что есть наите, что Карлайл, ну, типа, вряд ли налечил город с населением в три человека, типа, настолько, чтобы себе отфигачить такой дом огромный. Не, ну, подожди, подожди. Я думаю, что это не с получки врача он себе этот дом отфигачил. Я думаю, что он очень старый вампир, который в свое время был каким-нибудь невероятным аристократом. И кто в жизни никогда не может сказать, чем зарабатывают вампиры. Это изи вообще. Ты просто берешь какую-то вещь. Не, я знаю, чем зарабатывают вампиры. И такой, я продам ее через 300 лет как археологическую находку и куплю дом. Ребята, наследство. Даже сенсация, она вдруг знает. Я знаю, я вам могу объяснить. У меня есть теория. Вампиры почти все, это очень старые вообще люди. Да, очень старые. Вампиры очень странные люди, да. И, допустим, чаще всего это какие-то аристократы. Вот, например, Дэймон и Стефан, они же жили в семье какого-то невероятно богатого чела, у которого было целое поместье. И, соответственно, у них есть наследство. Но и плюс в «Никак в вампирах» есть такая вещь, как внушение. То есть ты можешь, ну, денежку просто... Да, в суммахах такой штуки нет. Да, в суммахах нет. Но я думаю, что Карлайл, он как бы выступая, как Александр Малинин, во-первых, зарабатывал неплохо. Ну, в целом, да. Ну, они одногодки, по сути. В принципе, да. Ну и плюс там и Эдвард, да, как бы пел песню «Я лишь для тебя котенок», что в целом, я думаю, неплохая монетизация была. А что это? Никита Малинин пел. А-а-а-а! Ну да. «Я лишь для тебя котенок». Вы же мои зайки. Ну, короче, да, семейка заряженная. Максимально. Но дом у них в стиле хай-тек. Важное замечание. Хай-тек. Да, потому что он технологичный. Что там, давайте поговорим. Что там с технологией было? Блин, он... Микроволок. Он выглядит суперсовременно. Как минимум. Как минимум. Сервант, да? Не было кровати, да. Лестница. Не, он там просто... Да, я, возможно, соглашусь, что это хай-тек, но он выглядел как вот эти стеклянные окна. Он просто выглядел современнее, чем дом, допустим, братьев Сальваторе. Ну да, да. Там как бы это... Тюдоры, вот эти там... Тюдоры, стиль Тюдоров. Да. Все знают. Огромный стеклянный дом для... Людей, которые боятся солнца. Солнца, да. Ну, они живут в самом несолнечном городе Америки. Да. В лесу. В соснах. Да, это город, пригород. Штат Джорджия. Топсы. Краснодарский дистрикт. Это как, знаешь, как в «Ласточке» озвучивают вот эти вот остановки. «The next station is горячий ключ». Зачем просто, для кого? А потом в какой-то момент «Next station is Miami». Да. Причем вот именно так, там человек уже не старается изображать акцент. Блин, ты так классно сказала, «Власточки» действительно так классно говорят, потому что я слышала только то, что говорят в самолетах, а это обычно... «The next station is...» «The next station is...» «The next station is...» «Good flight...» Там тоже остановки есть, когда на самолете идешь. Нет. Ну да. Там всегда на ужасном английском говорят стюарды и стюардессы. Нет, в «Ласточки» прям топ. В «Ласточки» топ. Там вот прям говорят по секунду. Так вот, короче, возвращаясь, что вам как семейка Эдварда? Кто у вас там любимчик, а кто нет? Ну, я люблю, безусловно, Карлайла. Я тоже. Кто это? Он максимально... Это батя Эдвардов. Да, он максимально великолепен. Там есть Матя. Матя есть. Вот она классная. Да, я не помню, как ее... Эсме. Эсме, да, потому что Алина Эсме. Подождите, мы это тоже обсудим. Имя мне нравится. Да, Эсме тоже великолепно. Вообще, я хочу что сказать. Сейчас немножко на серьезных вещах. Вот когда... Сколько бы я не пересматривала «Сумерки», я все время... Меня пробивает на слезы, потому что, несмотря на весь кринж, несмотря на всю вот невероятную гиперболизацию всего чего угодно, этот фильм пропагандирует здоровые семейные ценности, в которых семья стоит горой за своих детей, предлагая им все самое лучшее, обеспечивая им максимальный уровень счастья, который поддерживает все их выборы и в случае какой-то опасности тут же бросая все, жертвуя собой, бежит им на поддержку и на спасение. И мне кажется, что это очень крутая идея, потому что, допустим, ну, давайте будем откровенными, у Стефана и Дэймона семейка так себе. Ну да, максимально. Максимально. Да. У Блэйда Норм семья, кстати. У этого, господи, боже, у Клауса Майклсона и Элайджи Майклсона семья тоже интересная, да? Но токсичная. И ценности там есть, да, но как бы все немножко не так, как в «Сумерках». А в «Сумерках» прям как-то светлый, милый образ вот этой вот идеальной семьи, в которой все друг друга любят, все друг другу что-то там, хотя они чужие люди. Да, по факту. Да. Нету таких кровинушек. Но, блин, не знаю, на самом деле, единственное токсичное, что было в семейке Эдварда, это Розали, его сестра, которая вечно неуделанная. Но она просто фифа, понимаешь? Она просто на фуксе. На фуксе находится. Она очень странная. А, не фифа, извините. Я пытаюсь как-то вклиниться, не получается. Она очень странная в целом. Ну, типа, не знаю. Вот вроде как в четвертой части рассказали ее историю, что у нее все было печально, и вдруг она такая, типа, блин, я тоже хочу подняться со своим личинусом. Ну, она просто не могла же иметь детей больше, а она хотела. Она хотела всегда семью. И вот это как бы вот... Кстати, это очень милый был момент, когда она защищала ребенка, их Ренесме, да, девочку с восхитительной историей, не менее восхитительным именем, от этого псины Джейкоба. У меня есть, ну, типа, если у нас есть минутка, да, где я просто буду поносить Джейкоба, на чем свет стоит. Да, есть. Это отвратительный персонаж, отвратительный просто. Я вообще не понимаю людей, которым он нравится, потому что это эгоцентричный, тупой совершенно ребенок. В первой части он даже не качок, то есть он просто какой-то, ну, типа, длинноволосый металлист, типа, который такой, типа, ха, йо, Белла, вот пикап, да, классно. Возможно, от него даже собаками воняет. Да, от него воняет собаками. Хорошо. Это, ну, просто, чтобы ты был умерен. Это факт. Это факт. Кинематографический факт. Ага. Да. Вот. В целом, супернегативный, стрёмный персонаж, который просто, он там и поцеловал Беллу через силу, и еще что-то сделал, короче, все части. Значит, он сильнее Белла. А потом он гостил, он гостил ее. Да, да. Ну, Эдвард тоже ее гостил, ну, ладно, Эдварду мы прощаем все. Ходил в гости? Да, Данил, ходил в гости. Навязывался. Гостил, в смысле, он ушел и не разговаривал с ней, пока у него были эти его волчьи трансформации. Да, причем просто так. А потом он еще, извините, решил замужить ее дочерью. А что бы он сказал? Ау-у-у. Лучше... Успеть. Посать, но опоздать, чем успеть, но обоссаться. Да. Вот так он и ей сказал. Вот. Короче, максимально беспонтовый чувак, абсолютно никчемный персонаж. Он там нужен просто, чтобы оттенять и создавать видимость какого-то конкурентоспособного любовного треугольника. Подожди, он там еще нужен за тем, чтобы греть Беллу, потому что вампиры, как известно... Ой, вот это вообще фу просто. Блин, это ужасно. Чувак бегает по лесу в своих этих шортиках походных. Не может ни в силах, вообще ни в каких совладать с собой, чтобы надеть футболку. Вообще по каким причинам, непонятно. Видимо, Тейлор Лотнер очень сильно качался и такой, типа, блин, ну не пропадать же просто так, да? В целом у нас есть чуваки, которые по Краснодару ходят летом без футболки, да? Просто, может быть, тоже оборотня, не знаю. Вот, ну, короче, максимально всратый персонаж, я его терпеть не могу и не видела все части. Да. Ужасно. Вот если между Дэймоном и Стефаном сложно выбрать, между Клаусом и Лайджей сложно выбрать, то между Эдвардом и Джейкобом выбрать несложно. Вообще абсолютно нет. Ну, хотя, знаете, и Эдвард тоже так себе моментами был. Он такой супливый. Нет, Эдвард норм. В любовном треугольнике проигрывает тот, кто в треугольнике. Кто в треугольнике, да. Тот, кто тупой угол. В данном случае Джейкоб, кстати. Да, Джейкоб, конечно, оторви и выбрось, но из сказки, из песни слов не выкинешь, как говорится. Вот. Мне, на самом деле, еще очень не нравится, ну, как не очень нравится, всем, всем понравилась Элис. Она такая, типа, вся прикольненькая. Кто это? Ну, сестра. Сестра Джейкоба, которая может видеть будущее. Ой, Эдварда. Вот она мне нравится. Да, она такая, типа, красивенькая, модненькая. Тогда еще актриса эта была очень популярна. Но у меня она чуть-чуть подвешивала, потому что она вся такая, типа, суперзаряженная радуга, и мне, если честно, больше импонирует пассивный, апатичный, как бы, внешний вид Беллы, чем вот ее безжизнерадостность. Подожди, к разговору об Элис. А как тебе Джаспер, который просто с лицом отрыжки? Ахеревоза на протяжении четырех частей, и только в третьем ему решил сценарист выделить пару слов. Потому что все остальное время он такой, типа... Все дело в том, то, что Джаспера в детстве заколдовала ведьма, так что он мог говорить только одно слово в части. И вот он молчал две части, после чего подошел к камере и сказал, я Джаспер. Да. И молчал все остальное время. В третьей части он там был, типа, наставником, он вдруг сумел разговаривать, а вот... И он там учил, говорил, что там, чем отличаются новорожденные вампиры от неноворожденных вампиров. Ну да, он же новорожденный. Он же... Нет, он неноворожденный. У него просто какие-то... Кстати, я узнала недавно, я читала, что у Джаспера есть какая-то суперспособность на самом деле. Но я не помню, какая. Но она у него есть. То есть у него тоже есть какой-то, типа, дар. То есть Эдвард просто супербыстрый. Нет, это у Карлайла. Кстати, а Джаспер, он же этот, из Wild West, там что-то, конкискадоры, вот эти все, не конкискадоры, а эти конгломераты, не конгломераты, боже, конфидераты, вот эта вся тусовка их там. Он же там тоже тусил. Да, знаете, я сейчас вспомнила, у меня есть один любимый диалог, скорее монолог, вернее. Это монолог, который Эдвард произносит на свадьбе, где он говорит о том, что, типа, мы там знакомы, ла-ла-ла, там что-то мало-немало, но, типа, я хочу там провести с тобой всю жизнь, давай начнем с вечности. У меня, короче, раньше, когда я вела Нильзаграм, у меня были стори с моими любимыми моментами из фильмов. Там был Большой Любовский и диалог про то, что, ну, про машину, где он лупит машину. Вот, ну, и разные, короче, там, из Гарри Поттера и все. И был вот этот вот отрывок, где он говорит про то, что давай начнем с вечности, там такая очень милая, я все мои рода на этом выпуске. На самом деле, Эдвард тогда очень реалистично выглядел. Знаете, он выглядел как жених, который же чуть подвыпил, у него уже прическа съехала, бабочка где-то в Казахстане, типа, давай начнем с вечности. Ну, красиво же, красиво. Да, да, красиво. Красивый диалог, да. И Белла опять с лицом, типа, непонятно, ей плохо, ну, типа, у нее что, с кишечником, или жарко, или просто нравится сильно. Или собаками воняет. Да, да, да. Ну, да. Вот. Мы говорили про имена. Да. Я только любимую цитату нашел. Я буду драться за твое сердце до тех пор. Нет, это бред. Пока оно не перестанет биться. Это сказал Джейкоб. На перемены в твоем настроении. У меня аллергия. У меня нет любимой цитаты. Я пытался. Нет, слово о цитатах, надо почитать классные цитаты. Просто раз уж мы заговорили про цитаты, есть ведь великолепные вещи, например, моя работа защищать тебя от всех, кроме моей сестры. Знаете, однажды Эдвард Каллен, Каллен, Каллен. Каллен. Извините. Он спросил, а что, если я не герой? Может быть, я злодей? На что есть ответ в фильме «Темный рыцарь»? Я щит, охраняющий мир людей. Нет. Там было сказано, что либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь злодеем. Я знаю, откуда у тебя эти шрамы, Эдвард. Но там есть еще ответ на этом баттле Оксимирона, иностранный агент, кстати. И Гнэну. Откуда у тебя эти раны, знают мой. Ага. Цитата, от которой, я думаю, взмокли все девочки, смотрящие «Сумерки». Потому что испарен он был. Да, потому что, ну, сами понимаете, у меня нет сил держаться от тебя подальше. Вот такой вот. Там вообще-то не так звучало. Не стойк, не стойк. Давайте мы будем типа произносить все в первозданном виде. У меня нет сил держаться от тебя подальше. Подожди, нет, там было не так. А в реальной жизни это сработает? Там было, это был момент, когда он сидел на дереве, и он сказал, он типа держался одной рукой за дерево, склонялся уже вниз, это после этого он скажет, что ты ему личный сорг-героин. Вот, это моя любимая. И он сказал, что типа у меня нет сил оторваться от тебя. А что если, я вот прям загорелся идеей опять установить себе тиндер и попытаться привести, заставить пойти не силой, как я обычно делал. Прогласить называется. Да, пригласить на свидание, используя диалоги из сумерек. Только фразы Эдварда из сумерек. Вот просто по порядку начинать вкидывать. Блин, я думаю, это должно сработать. Да, так они самые мейнстримные не бери. Нет, я просто по порядку, я открою сценарий. Задай свой главный вопрос. Как сценарий. Что мы едим сегодня вечером? О, это неплохо, да. Видишь, вот набросали. Ну да, естественно, ты мой личный сорт героина. Это моя любимая фраза. Диана сейчас озвучит ее так, как она должна озвучать аутентично. Ты мой личный сорт героина. Дракотики плохо. Да, кстати. Это абсолютно верно. Да. Прошлая ночь была лучшей за все мое существование. Это в рассвете было? Да, это рассвет. Первая часть, видимо, после того, как они, ну, сами понимаете, консумировали брак. Загребили, так сказать, договорные отношения. Но в целом, я помню этот момент, он тоже очень кринжовый, потому что они там сломали кровать. Причем не как, да, вот как вы можете представить, да, как можно сломать кровать. 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 Чью-то мать. Окей. Как можно сломать кровать в первую брачную ночь? Они ее сломали следующим образом. Эдвард просто изо всех сил держался за перилку. Держался за перилку и в какой-то момент проломил ее. Икея. Не покупайте плохой вилл. И потом, короче, Белла такая надевает банный халат утром, подходит к зеркалу и смотрит на себя обновленную. Вот это вот, да, процесс лишения. Ну, типа, да, процесс лишения того, чего она лишилась, видимо, прошел на ура, как ей показалось. Вот, и она смотрит на себя, и там вот эта высопливая музыка, типа, типа, что, кто так делает, ну ладно, неважно. И она такая, типа, смотрит на свое предплечье, а у нее синяк. И Эдвард такой, типа, это я сделал, типа. Это кожа убийца. И он такой, типа, я это... Да, вот эти его душевные копания, конечно. Я думаю, ты крепче, чем кровать. Ну, типа, из-под того, а ты бревно, оно более хрупкое, типа, Белла, что же делать? Типа, почему у тебя синяки, да, вроде бы должны быть сучки, но, короче, смысл в чем? Она такая, типа, пытается закрыться, закрыть, типа, предплечье, хотя, ну, во славу чего вообще это было сделано, ну ладно. Люди смотрят. И он такой, типа, ну да, кто бы там еще мог смотреть в этом доме. Кстати, дом у них в четвертой части, как будто бы дом Калинов просто перенесли на Кутовостров. Ну да, на Багамы какие-то. Ну ладно. Песка насыпали вокруг. Вот. И он такой, типа, что там за фраза была? Прошлая ночь была лучшая за все мое существование. По-моему, это Белла говорит. Хотя нет, это Эдвард. Нет, она, короче, такая, типа, блин, о, он такой, типа, ужас, никогда такого больше не повторим, больше никогда, у меня целебат, все, ни в коем случае, никто никогда не будет этим заниматься в мою смену. Вот. И она такая, слышь, пес. Было такая, да, именно так она и сказала. И тут Джейкоб, да-да. Из-под кровати. Вот. И, короче. Под обломков. За ноги вылизываешь. Вот нет. Где были эти заносы? Остается только догадываться. Так вот, короче. Напомню Беллу Брюну. Он, типа, такой, знаешь, как собаки, когда они такие, типа, делают. Когда холодно. Вот так. Ну, типа того, да. Вот. А, короче, и Белла такая, типа, тебе не понравилось? Или что? Типа того. Он такой, типа, это была лучшая ночь в моей жизни. Чел, ты девственник. Ну, типа, любая ночь в твоей жизни первая и лучшая, потому что она, вот, типа, только что случилась. Нет, секс, это, конечно, хорошо. Но вы пробовали восьмичасовой качественный сон. Ну, или пересмотреть все части сумерек. Да, разом. Кстати, я вот, например, люблю первую часть, люблю рассвет и последующий, но вот то, что в промежутке, мне не очень нравится. Хотя очень ламповая часть, которая перед рассветом, как она называется? В смысле, жизнь между выходами этих частей? Нет. Ну, сама, я не люблю вторую часть, да, Новолуния или... Да, Новолуния. Да, потому что там мало Эдварда, и Белла занимается какой-то хренью, гоняет на моцике. Видит призраков. Да, пытается уметь. Топится. Вот. В следующей части там вот этот замут с палаткой, с любовным треугольником, где она не понимает, почему она любит Джейкоба, но она больше любит Эдварда, и он такой, я понимаю, почему. И у Крисна Сеоржа в этой части ужасный парик, просто ужасающий был, он был очень виден. Зачем ей парик? А потому что она, по-моему, снималась тогда для какого-то фильма, где у нее были короткие волосы. Ну, и потому что, как бы, вот по книге, да, у нее там вот такие-то волосы, которые... Кто-то после первой части оценил ее актерскую игру. И знаете, вот я сейчас вспомнила, я вспомнила... Да, я бусил. И позвала сниматься в другой фильм. Он такой, типа, блин, ну, может, химиотерапия поможет. Как раньше. У вас рак актерской игры. Да, типа того. А я про что? Я вспомнила вдруг момент из «Отмения», когда Джейкоб взял Беллу на руки. И, знаешь, было видно, что актеру чуть тяжеловато, и он не может быстро бежать, потому что он реально взял ее на руки. И он как-то, типа, очень медленно бежал по лесу. Ну, то есть он ее взял, такой, типа... Там же все движения ускорены были. Специально. У Эдварда. У Эдварда, да. Но у него нет. И мне вообще феноменален. Ну, то есть, типа, зачем ты берешь ее на руки, если вы идете с такой же скоростью, с которой могли бы просто идти пешком? Ну, типа, это странно. Может быть, Белла замерзла, да, в этот момент. Наверное. Или устала. Только что ты говоришь, это, помните, момент, когда они играли в бейсбол? О, боже, да. Кидай мяч, только когда молния. Лучший просто момент. Мне кажется, что это топ-сцена в кинематографе. Ну, типа, не самая, но войдет точно. И вот там был момент, когда выходят эти плохие вампиры, там, типа, рыжая чел вещейка, вот этот вот белобрысый с хвостиком. И чувак, который играл в Доктор Хаус. И чувак, который продает оружие, судя по всему. Ты сейчас скуби-ду описала каст наполовину. Киевси. Вот та рыжая, тот блондин. И чувак из Доктора Хауса. И вот когда они подходили, там не было видно ног, но они как будто скользили по земле. И это делалось на вот этой вот дорожке, которая их проматывала. На скейтах. Да. Один из них такой немножко подзаваливался, просто отталкивался от земли. Вообще, сцена с бейсболом, вот ты говоришь, она легендарная и войдет кинематограф, но я считаю, что это вообще самая наитупейшая сцена во всей истории кинематографа. Во-первых, потому что кто знает правила бейсбола? Во-первых, да. Кто вообще, блин, играет в бейсбол? Да вы что? Это же американская игра. Какие вампиры играют в бейсбол? В лесу, в грозу? Ну, это американская игра, типа, блин. Ты хоть раз видела, чтобы Дэймон или Стефан играли в бейсбол? Это вообще какая-то просто для нищих игра. Дэймон и Стефан, ну, как бы Дэймон занимался прелюбодеянием, много пил и все. Ну, типа, они ничего не играли. А представьте, они так в любую игру играют. Да, я не знаю. Стефан играл в регби, в американский футбол. А, ну да, это другое дело, это нормально. Это совершенно естественно. В сокер играют и такие, бей по мячу только, когда ударит молния. И такой, просто стоишь, а на небе солнце. Было бы прикольно, если бы они в пёрлинг играли. Три только, когда... Или этот, как это называется, когда с фаланчиком. Бадминтон, да. Это, кстати, очень тупо. Вот, да, ты сказал, типа, бей только, когда ударит молния. По какой нафиг причине? Ну, то есть, они что, расфигачили бы мяч с силой своего удара или что? Звук удара был настолько громкий, это для того, чтобы люди спутали его с раскатом грома после молнии. Я понимаю. Я говорю про то, что, типа, блин... Говорит, не смотрел Сумерки. Господи, я объясняю Сумерки. Я понимаю, по какой причине они это делали. Я говорю, что это просто очень тупо, потому что, ну, блин, ну, громко стукнуло что-то в лесу. Ну, корсар взорвали. Ну, как бы, они в какой-то чаще там, типа, тусуются, да всем пофиг. Там чувака в лодке загрызла овчарка какая-то. И всем такие, типа, а, вот легендарный момент, я вспомнила. Помните, короче, когда грохнули приятеля отца Беллы? И вот этот момент прекрасный, когда этот Карлайл уходит, такой, типа, я диагностировал труп. И была такая, он умер? Ну, как бы, нет было, да? Типа, смотря с какой стороны посмотреть. Я диагностировал труп. Нет, он больше не жив. Вот это вот еще просто, типа, да, не слушай. И она такая, ну, слава богу. И она просто такая, типа, и Эдвард с Карлайлом такие друг друга пересмотрели, типа, ты же понимаешь, о чем? И она такая, ну, да, я понимаю, о чем. И была такая, типа, блин, а чего приходит? Многочлен. Ну, да. Кстати, по поводу актерской игры. Все время вот, ну, и в частности, в этом выпуске звучали разного рода хайни по поводу Беллиной заторможенности. Я вообще должна сказать, что Кристин Стюарт прекрасно отыграла эту роль. Почему? Во-первых, потому что сам персонаж Беллы по книге тоже максимально вообще оторванный от реальности. Аморфный. И аморфный, да. И мне кажется, что Кристин Стюарт справилась с этой задачей прекрасно. Вообще, в принципе, если посмотреть на другие роли Стюарт, то она везде примерно в одном типаже, вот в этом Белловском. Но не типа в тупо подростковом, да. Просто вот она такая апатичная по жизни. И это очень хороший образ. Она прекрасно передала вот этого подростка, который абсолютно не знает, в какую сторону жить, который уехал от мамкиной сиськи и приехал в... К Папкиной. ...в дождливый Форкс. Вот, с кактусом, да. Вот, чтобы вы понимали все ее имущество. Вот. Эмоциональный фон у нее примерно как у зубочистки, в принципе. Да. Она многое не понимает и многое... Но зато она умеет гуглить книжки. Яшич. Яшич. Это самое. Да, вот. А что касается Эдварда, да, это, конечно, другой разговор. Но сам... Господи Иисусе. Роберт Паттисон. Роберт Паттисон, да. Сам Роберт Паттисон великолепный актер, я считаю. И он очень много раз в интервью рассказывал о том, что я очень не хотел застрять в образе смазливого подростка и везде играть примерно одно и то же. И поэтому он пробовал для себя самые разные роли. Абсолютно самые разные. И все они были замечательные. Ну, типа, помни меня. Помни меня. Маяк. В маяке согласен. В маяке вместе с Дефо. А это американская версия Духлеса. Духлеса, да. Да, да, да. Бэтмен. Бэтмен. Каким бы плохим ни был сам фильм Бэтмен, я считаю, что он справился с ролью Бэтмена. Не, мне кажется, фильм хороший. Но в любом случае, да, это на самом деле очень классная штука. Я тоже хотела об этом сказать. Что если, например, поговорить про Эдварда и Дэймона, Эдварда и Дэймона, господи, Стефана и Дэймона и Елену, мне кажется, что эти актеры все-таки застряли в этих ролях, потому что они больше нигде не играли. Но не играли формально, но их никто так не воспринимает. Кристен Стюарт, кто бы как ее, Нихайл, условно. У нее все-таки было много фильмов. И там можно спорить о том, как она сыграла, но сам факт в том, что она и сыграла. А Роберт Паттинсон офигенный актер. Слушай, ну, по поводу сравнения с дневниками вампиров, все-таки дневники вампиров выходили очень много лет. И как бы для этих людей, как, допустим, для друзей или для той же Анатомии Страсти, ну, разных других сериалов, то есть этот сериал просто вот он был как для, господи боже, скажи мне, carry on my white son. Блин, вылетела супернэйчерл, сверхъестественная. Вот, то есть это люди, которые играли эту роль почти всю свою осознанную жизнь, и за ними не то чтобы закрепился образ смазливого парня, за ними закрепился образ Дэймона и Стефана. И поэтому все, где они играли в последующих, это просто не имело никакого значения. Они сделали культовую линейку, культовый сериал. Они запомнились в головах зрителей на очень-очень много лет. И сейчас, делая какие-то свои там уже другие имиджевые сторонние проекты, они все еще Дэймон и Стефан, которые просто запустили там свой бурбон и так далее. Я тебе хочу сказать, что вот если мы возьмем, например, Дэймона, ну, то есть Йена Соммерхолдера, этого Соммерхолдера, и, например, Роберта Паттинсона, Паттинсона, что со мной случилось непонятно, Роберт гораздо талантливее, чем Йен. Потому что я, вот сколько я смотрела интервью с Йеном, он как будто бы сидит и вообще не раздупляется, что с ним происходит и где он. Он просто очень харизматичный. Он вообще не харизматичный в том смысле, что он харизматичный визуально, когда он молчит. Когда он начинает говорить, это просто дичь. Ну, то есть он несет какую-то фигню, он вообще не догоняет никакие шутки. Он просто, ну, типа, это прям кринжово. Да, он единственный источник шуток в дневниках вампира. Я говорю сейчас не про сериал. Я говорю сейчас про актера, типа. А в то время, как Роберт Паттинсон, он, типа, прикольный чувак. Он постоянно чем-то ржет, он очень классный и харизматичный. Да, он сам по себе такой притрушенный, очень странный чел. Кстати, по поводу Беллы и Елены. Несмотря на то, что Белла, конечно, ну, тут просто ни дать ни взять, это ужасное великолепие, да, но мне кажется, по крайней мере в моем случае, меня Белла не бесит в течение фильма так, как меня бесит Елена. Да. До тех пор, пока она просто не ушла из сериала, большое ей спасибо. Хотя сама актриса Нина Добрев, она великолепна. Так Елены не было в «Сумерках». Елены не было в «Сумерках». Она была в «Дневниках вампира». И была еще параллельно Кэтрин, ее, типа, доппельгангер. И вот там она оторвалась по полной. Давай сейчас Данилу утерваем мозг. Давай. Двойник. Кэтрин. Что? Была еще Елена, а Катерина... Катерина, да. Стой, Катерина, Катерина. Еще Айша, Аша, или как там ее? Аша, Айша, Раша, Наша. Это вы просто текстопечни сейчас из 2000-х пересказываете? И вот эта вот еще, которая, помнишь? Самая первая, да. Да, да. Такая фиолетовая, она ходила в платье или что-то такое. Да, вот она, по-моему, то ли Аша, то ли как-то ее звали. А вот еще была Тиша, или кто-то, который убил Элайджа. Да. Вуд. Ну, это очень сложный кроссовер. Элайджа Вуд. Ты здесь не разберешься, Данил. Все отнесли по итогу. Отнесли, отнесли, да. Все совсем справились. Бросили. Без кольца нельзя выходить на солнце. Еще одно новое вампирское имя. Я звоню Блэйду. Эммит. Эммит. Тупой качок, брат Эдварда. Да, кстати, вот очень... Говоря о позитивных вампирах, вот Эммит самый прекрасный в этом плане персонаж. Просто добрый, милый качок. Ну, да, просто нейтральный чел. Да, просто вот. Очень странный, кстати, выглядящий максимально. Слушайте, ну, мы не поговорили. Давайте кратко чуть расскажем про Вальтуре. Это ведь офигенно. Валькири. Вальтури. Это фамилия. Это древний вампирский рот. Это вот эти вот чуваки, которых три человека было, или четыре. Три. И они там четыре пацана. Вальтури? А дальше не знаю. Всегда были вместе, как у него, да, Данил, подводишь. По именам Олег, Максим, Стас. Аро. Кай. Гербер. И еще какой-то чел, который все время хотел умереть и никак не мог дождаться. Но, ладно, фиг с ними. Я чуть перескакиваю. Мы не сказали о самом эпохальном событии в «Сумерках». Это финал рассвета второй части, где миллионы людей по всему миру потеряли невозможное количество нервных клеток из-за того, что они провернули. Вы же помните? Да. Когда была битва. Да, я поняла. Когда они резко всех убили, а потом оказалось, что это просто видение. А я смотрю, Карлайлу голову оторвали. Я такая, мама, такое происходит. Мама. Ну, это то, что Джейкоб делал. Да, они молодцы, молодцы. Это прям... Представляете, что вы не видите, да? Согласен с тобой полностью. Это самое, да? Ну, как это твой. Ну, того и того. Два рассвета было. Даже Гарри Поттер не закончился так сладко. Даже Король Лев не закончился так сладко. Даже Аладдин, мать его, не закончился так сладко. Дело вообще не в сладости. Дело в том, что, мне кажется, что нужно обладать фееричным талантом, чтобы офигенно закончить эту сагу. Да, навсегда. Вот просто навсегда, да. Это так классно было. Эпик показали, показали. Битву показали, показали. А ее не было, типа. Хэппи-энд показали, показали. Кстати, очень факт, да, о котором никто не говорит. Какой же тупорылый дар у Ренесми просто. Она просто может мудить тиктоки, никуда не скидывая. Она просто прикасается к человеку и показывает ему видос. Картинки, блин, в мультике. Просто слайд-шоу смотрим. Я так друзьям кружочки записываю. В смысле, ты хотя бы их можешь передать, понимаешь? А там единственный талант у человека. То есть у нее батя читает мысли. У нее мать может защищать всех просто с телекинезом, непонятно. И все, что может... Ну, щит, да, как бы. Фантастическая четверка. И все, что умеет делать этот ребенок, во-первых, выносить жизнь с таким именем, и во-вторых, она просто прикладывает ладонь. То есть она может только касаясь это сделать. Она прикладывает к тебе руку и показывает тебе слайд-шоу в своей голове. Ну, типа, под какую-то музыку. Как вот эти видосы в айфоне. Да, счастливые моменты. С вашим участием. Фильмы снимались просто. Ну, конечно, знаете, после этого фильма Ронес мне могла спокойно титры делать всем. Во всех фильмах просто. У нее даже нет разъема, чтобы скинуть видос, понимаешь? Настолько айфон. Конечно. То есть ты просто... Ты даже не можешь это отправить никому. Тебе вот представь, у тебя друг, да, допустим, там, в Краснодаре где-то. А вот представь, у тебя была способность, только придя к человеку в дом и, коснувшись его, показать что-то, что ты хочешь ему прислать. Это называется фотоальбом. Фотоальбом. Это чекануть. Нет, только потрогать его. То есть ты не можешь, ты не можешь это в материале ни во что облачить. Ты просто вот, то, что у тебя есть в голове, ты показываешь ему. Все, иначе никак. В каком-то смысле это прикольная способность, потому что, допустим, на работе она бы пригодилась, если бы, допустим, я к тебе подошла и без слов просто объяснила, что я хочу сейчас написать. Ты бы не объяснила, ты бы мне показала картинки рандомные. Ну, это что вообще? Ну, рандомные. Да, типа, вот такой подкаст я хочу, слайд-шоу, да? Да, при всем том, что ты великолепно просто сейчас разнесла эту способность, это было очень смешно и стендап-лайк, но вообще, по сути, прикольно, потому что ты можешь вызывать в людях воспоминания о самых замечательных моментах. Извините, я, простите, я возьму себе ответственность перерывать. Там был некий вампир, которого играл Рами Малек, который, я прошу прощения, управлял всеми стихиями. И грязь поднимал. Да, это классная способность. И тут чел, который просто показывает видеоряд без музыки. Типа, что? Вообще, типа, такое. Да, всегда есть. Но, кстати, она же эту способность передала Белли. Нет. Да. В последней части она говорит, типа, я тебе кое-что покажу. И она показывает ему, как они впервые лежали на этой траве, обнимались, там, целовались. Он говорит, типа, а откуда ты, типа, это, ну, умеешь? Она говорит, это, типа, меня научила Ренес. Он говорит, покажи еще. Она говорит, нет, нам с тобой, типа, еще всю жизнь. Ты не поспишь этого? Да, я помню. Подожди, я никогда в жизни не задумывалась, что Белла тоже это сделала. Хотя она не Ренес мне. Да. Эдд ей говорит, покажи мне еще. Она говорит, нет, у нас с тобой, типа, еще вся жизнь впереди. Господь бог! Мне 24 года через месяц, и получилось, что это был единственный момент, когда Эдвард смог прочесть мысли Беллы. И я такой, чего вообще? Я просто... Чего вообще? Я просто... Я реально сейчас... Нет, подожди, он не смог прочесть ее мысли. Она, притонувшись к нему, стала ему вспомнить. Но формально, да. Ты понимаешь, что все это время она для него была, типа, такой закрытой книгой, он не знал, что у него в голове, и тут она ему показала, типа, что у него в голове. Я не мог читать ее мысли не потому, что она... Да, понятно, понятно. Потому что она щит. Хотя, как она была щитом еще до вампиризма, непонятно. Ну, как и, видимо, они оплодотворили друг друга. Ну, да. И поэтому он не мог читать. И теперь она ему даст... Да, но это метафора же, типа, понимаешь? Да, метафора, да. Что она показала свои мысли ему, как будто бы... Вау. Надо пересмотреть. Я нахрен в шоке, чтобы вы понимали сейчас. Причем ты в шоке совсем не от того, что я тебе рассказала, а от того, что ты сверху накинула вообще. Я просто... Нет, ну, типа, я никогда это в голове не связывала. То есть для меня это было странно, как будто бы Белла какую-то ауру свою передает Эдвард, и он такой, типа, ммм, найс видос, ставлю лайк. Как поширить? Никак. Покажи еще. Хочу еще, еще, еще. Ну, короче, как-то так. Как-то так. Финал, я считаю, шикарный. Все, блин, все в этом фильме были счастливы. Ни одного человека нет, кто бы сказал, что это фигня. А мама Беллы? Подождите, я знаю, что... Она же бейсболистом удела своим парнем. Я знаю, что... Да, она же там все ок. И Батя нашел себе какую-то женщину, которая любит рыбалку. О чем еще может мечтать человек с усами? Блин, кстати, говоря о рыбалке, классный новогодний подарок они им подарили. Типа, езжайте на рыбалку. Знаю я одного человека с усами, который не только о рыбалке мечтал. Ну, потому что ему не 40+, да? Там Чарли уже постбальзаковского возраста сильный, я напомню. Он еще и одинокий. Типа, он такой, типа, ну, хотя бы так. Нет, ну, у него там барышня появилась, которая больше была похожа на какую-то сиделку, которая за ним ухаживала. Ну, и до Польши далековато. Из племени. Я хотела сказать, что мы не обсудили очень важную вещь, несмотря на то, что хронометраж уже неприличный. Это то, как выглядел дом Беллы и Эдварда, который им подарил. Я хаяла его со всех сил. То есть они не в дупле жили потом? В каком дупле? В дупле, Данил. Ты верно. Ну, пещера. То есть просто, чтобы вы понимали, да, визуализируйте себя. Что, что я взяла на себя до сейчас? Ты Белла, типа Белла теперь вампир, и ей нужно, соответственно, что? Переспать с Эдвардом, да, наконец-то. На кровати. Второй раз. Обязательно. И, короче... Причем, прости, перебью тебя. Когда она первый раз зашла в его комнату и не увидела кровать, ее это удивило. Но когда она увидела кровать в их доме, ее это тоже удивило. Она такая, типа, в смысле не кресло, кровать? Кровать? Зачем? Мы же не спим. То есть когда у нее действительно уже появилась возможность заниматься с ним сексом, и когда она с ним уже переспала в недовом месяце, ее вообще не интересовало. Будет у них кровать или нет? Называется опыт. Кровать зачем? Ежа стиральная машина. Это семейная жизнь. Они же не брат и сестра. Какая стиральная машина? Блин. Think about it. Это уже просто семейная жизнь, когда уже недостаточно. Короче, Чо подарили, собственно, новоиспеченные вампирши, которые, кстати, очень кринжов... Извините на секунду, да, просто, да? Just make sense немножко. Разбавлю. Какой же кринжовый момент, когда во второй части рассвета она бежит за какой-то пумой. Просто ужасно. Я не знаю, как это снималось вообще, просто на каком-то хромаке, не двигаясь, наверное, как это... Это вообще ужасно просто. Я вообще не знаю, что там случилось с эффектами, но это мерзость. И вот это вот лицо Ренесме, которое было просто как будто бы Бэби Бону просто дали в лицо. Это тестировали только дипфейки первый раз. Я не знаю. Ну, короче, говоря о доме их, собственно, Элис, которая еще сильнее подстригла свои волосы, не думая о том, что они у нее не отрастут, видимо, да? Почему бы нет? Она же вампир. Она подарила им ключ, просто какой-то ключ. И они такие, типа, блин, от чего бы этот ключ? Наверное, от дома. Она такая, да, это от дома, чтобы вы, типа, почикались. Нет, вы глупые. Это ключ от замка. Я дарю вам замок. Да? Короче, они приходят в какой-то нафиг. Пряничный домик. В какой-то, да, это просто жесть. То есть это какой-то дом в лесу. Дом Хоббита. Одноэтажный. Он реально выглядит как дом Хоббита. Там максимально все, знаете, вот как у вот этих вот, типа, 70-летних репетитор по английскому языку. Вот эти вот, типа, какие-то мопсы-солонка. Вот это вот, типа, какой-то коврик, подносы какие-то несуразные вообще, которые между пользоваться. Да, 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 да. То есть у тебя предметы вообще не существуют на поверхностях. Гамлет на полке. Да, да, кстати, да. Голицынский, там же рядом где-то. Короче, они просто заходят в этот дом. Он выглядит абсолютно, ну, типа, несуразно, знаете. Просто как будто бы это какая-то панелька, типа, и там квартирка маленькая. Но там есть, конечно, просто отлетевшая восхитительная гардеробная Белла со всеми лабутенами в этом мире, которые только можно представить. И сестра Эдварда это почему-то сделала. Ну, ладно, не могу себе представить, Она понимает, она либо шкаф с лабутенами, либо второй этаж. Ну, решено, да? Я за шкаф с лабутенами. Вот и все. Я просто не могу представить себе ситуацию, при которой я жене своего брата подарю гардеробную с лабутенами. Ну, может, я просто и не зарабатываю столько. Ну, короче, дом максимально ущербный. Просто там есть камин. И они потом уже занимались сексом на какой-то как будто бы медвежьей шкуре. Прямо в огне. Да, ну, они с вампирами. И знаете еще какой кринжовый момент? Вы помните их секс уже, когда они были вампирами? И вот этот момент, когда показывают... Я не знаю, можно ли так говорить тут. Ну, может, Лена запикает. Оргазм Беллы это просто нечто... Как будто бы какие-то, знаете, это было похоже на малобюджетную... На мозгошмыге из Гарри Поттера. Это было похоже на, типа, малобюджетную рекламу Каролины Рейреса. Она это сделала. То есть она просто... Нет, даже, знаешь, не ее. Тимотей. Кофе. Да, да. Типа, карт-нуар. Вот это вот. Яков Смонар. Просто рассыпался какой-то золотой песок в воздухе. Они нам не платили за рекламу. Видимо. Они заплатили Белле. Да, она даже не издала никаких звуков, да. Я думала, там будет что-то фееричное. Там замьютили. Типа, какая-то жесть. А ничего в итоге не было. Кровать никто не сломал. Нет, знаете, у нее такое лицо в этот момент. Знаешь, почему они на шкуре лежали? Потому что кровать-то сломали теперь вдвоем. А, ммм. А на самом деле это была не шкура, а пума, которую догнали. Догнала, да. И просто во время секса они расплющили это бедное животное и в конце лежали на шкуре. Судя по лицу Кристин Стюарт во время оргазма догнала только ее. И мне кажется, не тем. Она хотела чихнуть в этот момент. Пыльца, пыльца. А похоже было. А Эдвард такой, будь здорова. И она такая, дожди. Пойду на свет смотреть. Кинкер Белл просто хвостиком махнула. Да, это просто было дико кринжово. Короче, дом у них стрёмный. И я вот недавно, пересматривая рассвет, я бомбила своей подруге с того, что типа у вас, ну типа какие делишки что вы воротите, у вас куча бабок, и вы подарили вот это. То есть типа там ужасно маленькие комнатки, какие-то потолки для карликов. Зато есть ванна, которую Эдвард заботливо предложил Белле набрать. А это просто дичь. Как будто бы они работают этими паспорту форт-боярды, знаешь, там вот такие примерно площади комнат были. И там какая-то детская, которая типа метр на метр какая-то, просто как будто в общаге какой-то. Уже просто, чтобы вы понимали, насколько экспрессии уровень выходит из-под контроля, я просто очки уже скину на пол. Вот. Короче, максимально стрёмно. Да, то ли дело особняк Сальваторе. Да, просто шикосный. Вы же помните, я не вампир и не могу жить вечно. Поэтому надо заканчивать выпуск. Ну да. Ну что ж, придётся заканчивать, что же тут сказать. В следующем выпуске будем обсуждать неудержимые их. Да, напоследок я хочу сказать, что на самом деле первая часть «Сумерок» это действительно хорошее кино в плане режиссуры и съёмки. Потому что я смотрела как-то документальные фильмы, где рассказывали о том, как его снимали. Здесь вот приглашённые голубоватые тона, вот эти вот надрывно поставленные диалоги. То есть с точки зрения других частей, как это сделано, это сделано прям хорошо, это сделано концептуально. Другие части, да, они очень попсовые, очень на фуксе, очень вылизанные, очень кринжовые местами. Но это то кино, которое мы смотрели, да, мы смотрели, мы смотрим его до сих пор, мы на нём выросли, как бы это странно не звучало, чему-то оно нас научило, чему-то нет, ну, по крайней мере, шутить, наверное. Да. Над собой в первую очередь. И делать паузы. Нет, над другими. Высмеивай, чужие недостатки научило нас это кино. Да. Ну, в общем, «Сумерки» мы любим, а сегодня вечером, кажется, я буду их пересматривать. Вот. А Диана, ты смотри «Игры престолов». Потому что не за горами, и это обсуждение. На этом, наверное, будем прощаться. В нашей студии вышел совершенно очаровательный и познавательный подкаст «Айтишечка». В нём мы объясняем деткам значение технологий в увлекательной форме. В первом сезоне говорим о том, как подкаст попадает в наушники, почему пульт управляет телевизором, зачем компьютеру квадратный монитор и как персонажи мультфильмов двигаются. Всё это с юмором и понятными детям примерами. Слушайте на всех популярных платформах всей семьёй. Это был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые смотрели «Сумерки слишком часто». И с вами были Даша, Диана и Данил. Всем пока. Всем пока. Я нашла цитату, не дождётесь. Чем сильнее любишь, тем больше теряешь чувство реальности. Делайте с этим что хотите. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok